Окей, сегодня у нас введение в транзакции, что это такое, какие у нас есть простейшие для них конструкции и какие самые простые приятности и неприятности нас будут ждать. Мы рассмотрим одновременно и Postgres и MySQL, потому что у Postgres, скажем так, нет некоторых возможностей, которые предоставляет нам MySQL. И к счастью, что их там нет. Значит, у нас будет небольшая база данных, стоящая из двух табличек альфа и бета, в которых будет несколько строчек с какими-то дурацкими данными. Мы будем их там перетасовываться. Значит, что такое транзакция вообще? Это какая-то конструкция, которая позволяет объединить несколько SQL-ных операторов в атомарную единицу. Атомарную единицу в том смысле, что эффект этих нескольких операций либо применяется полностью всех операций, либо не применяется совсем, если вдруг какая-то из них упала по каким-либо причинам, вот, то тогда вся транзакция, все операции, все их действия будут отменены. Относительно транзакций есть еще некоторые свойства. Нас сегодня будет волновать в основном атомарность и изолированность этих свойств. Несколько они обычно записываются словом аббревиатуры ACID. Вот основные свойства транзакций, которые интересуют всех, кто работает с революционной базой данных. ACID — это атомисиция, атомарность. Как раз то, про что я сказал, про то, что эффект всех действий транзакций либо применяется целиком, либо не применяется совсем. И изолейшн, изолированность. Что происходит, когда несколько транзакций выполняются конкурентно, какая политика относительно того, что действия в разных транзакциях видят в базе данных, что они могут видеть, что они не могут видеть. Вот нас будут сегодня волновать в основном эти два свойства. C — это консистенция. Свойство, которое говорит, что транзакция должна перевести базу данных из одного согласованного состояния в другое. Если транзакция на момент начала получила согласованное состояние, а подсогласованный понимает состояние, в котором выполнены все ограничения, то в конце она должна перевести базу данных в согласованное же состояние. Это ответственность программиста и базы данных в этом убедиться. Ну и свойство долговечности durability, оно у нас сегодня не очень будет волновой. да и вообще в этом курсе не сильно будет волновать durability означает долговечность означает что если транзакция подтвердилась успешно то значит ее изменения записаны и сами по себе исчезнуть не могут значит вот на сегодня будет волновать атомарность и изолированность с точки зрения основного синтакса и скольного транзакции очень просты вы их используете он он настолько прекрасен это синтез что его просто нету иногда вот вы транзакции используете неявно каждый раз когда выполняется какой-нибудь оператор если вы пора выполняете какой-нибудь апдейт то вы на самом деле выполняется транзакцию давайте посмотрим на на наши таблицы и на неявные транзакции которые окружают любой оператор вернемся от майской рек постгрессу выполним reset и нет посмотрим что у нас наших таблиц из рек звездочка from альфа в таблице альфа две строчки со значениями 1000 и 100 в таблице бета две строчки с значением 500 и 2500 когда вы увеличиваете например изменяете таблицу бета увеличиваете значение на 200 то вы на самом деле выполнили транзакцию состоящий из одного оператора ну вот она что-то сделала там где было 500 стало 700 когда вы пытаетесь уменьшить значение в таблице альфа вот я попытался сделать и получил сообщение об ошибке которая гласит что у меня нарушилось ограничение целостности не был тут чек-констрейнт который проверяет что был и больше чем ноль меня получилось вы меньше чем ноль и соответственно моя транзакция это ограничение нарушила нарушила она согласованность данных и по свойству атомарности раз транзакция не смогла выполнить успешно то все данном случае один ее оператор откатился и в таблице альфа ничего не изменилось если эти два оператора выполнить один за другим как я собственно сделал вот то мы увидим что в таблице бета изменений произошли произошли в таблице альфа не произошли давайте сделаем reset и сравним это с явной транзакции которая охватывает два оператора напишем ключевые слова start transaction который будет говорить что сейчас началась транзакция дальше сделаем один оператор апдейт беты с ним все хорошо сделаем апдейт таблицы альфа с ним все плохо мы получили сообщение что мы нарушили ограничения и теперь на самом деле чтобы мы сейчас не делали наши изменения дальнейшие приниматься не будут у нас для окончания транзакции у программиста есть два варианта он может сказать транзакции комит подтвердить ее если он считает что все действия программист если считает что все действия совершились успешно что он действительно получил что что хотел он может попросить транзакцию подтвердить и после этого если все будет хорошо то она подтвердится и изменения запишется либо если программист по каким-то своим причинам решил что нет это была плохая идея с самого начала начинать эту транзакцию и надо отменить все действие, например, потому что пользователь нажал на cancel в UI и хочет вернуть все, отменить все свои изменения, то он может сказать rollback. Сейчас мы попробуем сказать commit и увидим, что Postgres не согласен с нашим решением и говорит нам, что на самом деле произошел rollback. И он не согласен по причинам того, что второй оператор, изменяющий таблицу альфа, выполнится с ошибкой. Соответственно, вся транзакция должна быть, безусловно, откачана, в смысле, отменена. Если мы посмотрим на таблицу, select звездочка from альфа, в альфе 100, 1000 и 100, и в бете тоже никаких изменений не произошло, 500 и 2500, то есть и изменения, сделанные первым успешным, об этом тоже откатились. Значит, давайте сразу посмотрим на некоторые подводные камни. Возьмем MySQL, который у меня тут тоже запущен. Тут тоже есть select звездочка from альфа. Наши две таблицы с такими же изначальными данными. Не с такими же, но сейчас. Сейчас станут с такими же, а впрочем, даже и не с такими же. Значит, к сожалению, MySQL не поддерживает чек-ограничения, поэтому ровно такой пример я не могу привести, который падает из-за того, что значение становится отрицательным. Но зато смогу привести другой, который нарушает ограничение уникальности. Уникальности столбца. У меня тут есть в MySQL эта схема выглядит примерно так. Я поставил ограничение unique в таблицу альфа на значение. Соответственно, потом я добавлю 900 ко второй строчке, ну, либо просто поставлю туда 1000, это неважно, и у меня должно нарушиться это ограничение, я должен получить ошибку. Значит, давайте начнем MySQL транзакцию. старт транзакшн, все. Окей, началось. Сделаем апдейт таблицы бета. С ним все хорошо. Значение увеличилось на 200. Попробуем изменить таблицу альфа, прибавить 900. Получим сообщение о том, что нарушилось ограничение уникальности в столбце value, после чего напишем слово commit. MySQL нам ничего не сказал, что подозрительно. И теперь посмотрим, что же у нас в таблице бета, которая должна быть большая буква. И видим, что там значение 900. Ну, то есть, натурально, вот этот апдейт выполнился, вот этот апдейт не выполнился, транзакция на слово commit ничего не сказала, как бы намекая, что да, commit, и мы получили полуподтвердившуюся транзакцию, которая одно действие подтвердилось, а второе нет. Я не знаю, почему так работает в MySQL, это транзакция, но у него политика проверки ограничений, ну, как бы с точки зрения теории, это не транзакция, вот, да, с точки зрения MySQL, ну, транзакция, транзакция. Если бы ты, чувак, сказал сейчас rollback, то я бы отменил, сказал MySQL. Вот, то есть, если ты, программист, твой код сам увидит, что твой оператор завершился ошибкой и по этому поводу напишет rollback, то тогда я откачу, но сам за этим следить не буду. Ну, вернее, да, сам откатывает транзакцию только из-за того, что какой-то оператор в ней завершился ошибкой и нарушил ограничения в MySQL не собирается. Вот, он проверяет эти ограничения, это связано с тем, когда он проверяет эти ограничения, вот, но так или иначе это сразу же ставит серьезные вопросы по применимости транзакции в MySQL, или раз оно не умеет не умеет работать автоматически, автоматически откатываться, когда происходят ошибки, то как бы либо программист должен быть очень очень серьезно относиться к коду и действительно все проверять, либо наоборот должен очень расслабленно относиться, кто-то другой, про это мы сейчас поговорим отдельно, когда кто-то другой изменяет, это другое дело, вот, но если в процессе выполнения твоей транзакции ты нарушил свои ограничения, то вот тогда СУБД, которая тщательно относится к транзакциям, транзакцию обрывает, а который более-менее пофиг транзакцию продолжает. Ну вот, на этом MySQL, а нет, мы еще сейчас его потрогаем немножко. Вот, значит, привет MySQL и его транзакциям. Дальше в основном будем работать с подгрессом, который подобных вольностей не допускает. Значит, окей, транзакция, если работает, если она работает одна в системе, тоже полезна, потому что мы можем сказать rollback или можем следить за выполнением ограничений, автоматически ее откатывать, но еще более полезными и интересными транзакции становятся, когда их в системе не одна, а больше, когда они начинают читать одни и те же данные. Вот, собственно, давайте перейдем уже к изолированности, потому что про атомарность особо-то говорить больше и нечего. Значит, изолированность, изолейшн, это политика видимости изменений. видимости изменений. В какой момент изменения, сделанные одной транзакцией, становятся видимыми другим транзакциям? Или наоборот, в какой момент другие транзакции начинают видеть то, что сделала какая-то их соседка? Эта политика в языке SQL отображается в виде так называемых уровней изоляции изолейшн-левелл, изолейшн-левелл, которые дают некоторые гарантии относительно того, что видно транзакции, выполняющиеся на том или ином уровне изоляции. Их четыре, этих уровней изоляции стандартных. есть некоторые дополнительные промежуточные уровни изоляции, мы, может, их немножко затронем, но потом. Вот сегодня мы рассмотрим два уровня изоляции, чтение неподтвержденных данных и чтение подтвержденных данных. Значит, давайте я их все выпишу. Они, их длинные названия read uncommitted, самый слабый уровень изоляции read committed, уровень изоляции по умолчанию, по-моему, во всех субэдэх, которые более или менее приемлемы для несложных операций, которые обновляют или читают одну или несколько строчек. repeatable read, еще более строгий уровень, repeatable read, уровень изоляции, и, наконец, serializable, самый serializable, самый строгий уровень. Я немножко скажу про serializable. У нас как бы основная, не основная, заветная цель, которая у нас может быть, когда выполняется несколько транзакций конкурентно, мы бы хотели бы, чтобы мы получили в итоге, в результате, какое-то состояние базы данных, которое было бы возможным при каком-то последовательном выполнении этих транзакций. Это довольно законное желание. То есть, если мы в принципе не хотели бы никакой конкуренции в идеальном мире, мы бы хотели, чтобы транзакции выполнялись последовательно одна за другой, и все работало бы быстро при этом, вот, с точки зрения пользователя. Но, к сожалению или к счастью, в реальности они работают конкурентно, потому что есть для того причины, есть возможность использовать ресурсы процессора, можно выжать все из железа, если их выполнять конкурентно, можно пользователю давать видимость, что что-то происходит пораньше, чем если бы он ждал выполнения своей транзакции. Вот, поэтому нам приходится как-то бороться с тем, что транзакция конкурентно изменяет или читает одни и те же данные, вот, и было бы хорошо, если бы в результате мы получали бы такую гарантию, что в результате выполнения конкурентных транзакций в базе данных будет записано что-то, что было бы возможным при каком-то их последовательном выполнении, не очень важно каком, вот, но вот если бы существовал такой последовательный порядок, вот, и собственно самый сильный уровень зарядки сериала лази был, нам это гарантирует, что результат получится такой же, какой был бы возможен при последовательном выполнении этих транзакций в каком-то в каком-то порядке, вот, он самый сильный, но и в то же время самый ресурсоемкий, вот, потому что требует большого количества проверок и чаще прибивает транзакции, собственно, база данных, когда у нее есть конкурентный доступ к данным разных транзакций, то у нее есть по сути два варианта, что делать с теми транзакциями, которые изменили данные каким-то нехорошим образом, или собираются изменить данные нехорошим образом. Один вариант это заставлять одну транзакцию ждать, она будет ждать, мы сейчас на это посмотрим. Второй вариант какую-то транзакцию прибивать, вот, как только есть подозрение, что очередной оператор привел к действиям, которые нарушают требуемую стратегию. И, вот, соответственно, на самом высоком уровне изоляции таких обрывов транзакций будет больше, и производительно все системы может упасть, соответственно, его используют тогда, когда действительно нужно, а для простых случаев read committed, который мы сейчас рассмотрим, он вполне годится. Ну, собственно, больше про них будем говорить в онлайн-курсе и, наверное, на следующем занятии. Давайте для начала рассмотрим самый слабый уровень изоляции, чтение неподтвержденных данных. На этом уровне транзакция, которая выполняется на уровне read on committed, может читать данные, которые еще не были подтверждены, которые записаны транзакцией еще в процессе выполнения и которые еще не сказали своего committed. Это действительно минное поле, если вы хотите, если вы читаете какие-то данные, относительно которых нет уверенности, сохранятся они через секунду или будут откачаны, будут транзакции оборвется, вот, то вы сам себе злобный буратино, вы читаете что-то, что еще не подтвердилось, если вы потом будете это использовать, то ваши пользователи увидят данных, данные которых с точки зрения системы никогда не было в подтвержденном виде, ну и все, что из этого следует. Вот, если это банковская система и вы читаете неподтвержденные данные, то внезапно ваш пользователь видит, о, я выиграл миллион в лотерею, хотя на самом деле это было вовсе не выигрыш миллион в лотерею, а случайное или не случайное изменение, которое не было подтверждено, но вот транзакция это увидела. И в большинстве с УБД, когда программист просит уровень изоляции written committed, на самом деле он получает read committed, это право с УБД давать более строгий уровень изоляции, если она может это делать. Ну и большинство с УБД считает, что читать неподтвержденные данные не надо вообще никогда, я не скорее всего правы, и когда программист просит written committed, на самом деле он получает read committed. Но MySQL может дать вам неподтвержденное чтение, давайте посмотрим на это прекрасное прекрасное прекрасную фичу. Пересоздадим заново все таблицы. Начнем две транзакции, одну, вторую, во второй транзакции посмотрим, что у нас сейчас from beta, что у нас в beta, 500, 2, 500, в первой транзакции начнем менять, update, прибавили 200 к значению, во второй транзакции, а, да, извините, я их начал, но не указал уровень изоляции, сейчас оборвем, и эту, и эту. Значит, тут мы транзакцию начнем, а тут, тут напишем волшебные слова, set transaction relation level written committed, и начнем транзакцию. выберем из beta, увеличим значение, снова выберем из beta, увидим, что да, вот 700, измененное значение, возможно, что-нибудь сделаем, запишем его куда-нибудь, это уже не так важно. Вторую транзакцию, давайте, которая значение изменила, оборвем роллбэк, увидим, что тут я надеюсь, вернулось старое значение 500, но транзакция, которая читала неподтвержденные данные, уже увидела 700, как-то их, возможно, использовала, и будет дальше быть в уверенности, что было записано 700 в какой-то момент. роллбэк. С Postgres'ом такие штуки не пройдут, давайте посмотрим на то, как он будет себя вести. Start transaction, start transaction isolation level read uncommitted. Посмотрим, что у нас в бете. 500, 2, 500. Изменим. Посмотрим, что в бете. Все те же 500, 500. Неподтвержденные обновления Postgres читать не дает. Соответственно, если их подтвердить, commit, то после этого появится 700, который увидит вторая транзакция. Ну, соответственно, мы плавно перешли к уровню изоляции read committed, который является уровнем изоляции по умолчанию во всех sub-bd, включая MySQL. На этом уровне изоляции каждый оператор в транзакции читает те данные, которые подтверждены на момент его начала. Вот, собственно, сейчас вы видели во второй транзакции. Сначала я сделал выборку из беты и получил 500. Пока изменения в таблице бета не были подтверждены, я получал 500. Когда транзакция, делавшая изменения, подтвердилась, я получил 700. Давайте еще раз это посмотрим. Начнем транзакцию, тоже начнем. Берем эти все волшебные слова. Выберем из беты 500. Обновим. Выберем. По-прежнему возвращается 500. Ну и, соответственно, коммит транзакции изменяющий привезет к тому, что транзакция читающего видит новые значения. Несмотря на то, что сама по себе она еще продолжается. окей, значит, разумеется, в разные моменты своей жизни транзакция с уровнем read-committed может видеть разные значения при одном и том же чтении. Если бы мы сделали сделали update прибавили 200 в одной транзакции подтвердили бы ее транзакция читающего видит 700 теперь если мы начнем еще одну транзакцию и снова увеличим значение на 200 и подтвердим коммит то транзакция читающего видит уже 900 соответственно при чтении подтвержденных данных вы действительно читаете те данные которые подтверждены на момент начала очередного оператора и можете в разные моменты жизни транзакции видеть разные данные на этом уровне изоляции что происходит тогда когда две транзакции пытаются одновременно поменять одну и ту же запись например давайте начнем две транзакции и выполним update в одной и тот же самый update в другой если транзакция видит что какая-то строчка изменена другой транзакции другая транзакция еще не подтвердилась то транзакция ждет повешена блокировка на эту строчку и изменения конкурирующей транзакции ждут подтверждения или отката транзакции которая успела раньше подтвердим предыдущую увидим что select звездочка from beta что вторая транзакция тоже внесла свои изменения подтвердим и теперь они записаны значит тут возможны забавные довольно сайд-эффекты давайте не то чтобы сайд-эффекты но несколько не всегда ожидаемое поведение давайте посмотрим что находимся в таблице альфа увидим что есть значение 100 допустим мы хотим в одной транзакции удалить из таблицы альфа все строчки в которых значение меньше либо равно чем 100 выполнить вот эту операцию вот вот в это время другая транзакция делает какие-то операции ну типа банковские переводы чтобы было так сказать ближе к истине допустим мы хотим почистить почистить наши счета и убрать убрать тех клиентов у которых остаток на счете меньше либо равен чем 100 вот такой у нас банк суровый и соответственно вот одна транзакция пытается это сделать а вторая между тем делает переводы изменяет один счет списывает с него 50 условных единиц прибавляет на счет альфа и потом делает наоборот со счетов альфа делает перевод на счета бета 950 единиц соответственно в момент до того как начнется вот эта транзакция которая делает переводы у нас есть в таблице альфа запись со значением 100 ее идентификатор 2 в момент после того как вот эти операторы отработают у нас тоже будет строчка со значением со значением 50 вот после вот этого мы вычтем из 1950 получим 50 и соответственно она тоже должна попасть под раздачу нашей второй транзакции вот ну давайте поэкспериментируем посмотрим что с ними произойдет начнем начнем транзакцию одну начнем транзакцию другую выберем в читающей транзакции в удаляющей транзакции значение из альфа да вот тут есть строчка с значением 100 в транзакции сделающие переводы начнем делать переводы сделали два апдейта в транзакции которая хочет что-то удалить мы по-прежнему видим да вот есть значение 100 удалим она как видите зависла ну в смысле что остановилась не зависла зависла ждет пока снимется блокировка потому что у нас есть транзакция которая значение меняла сделаем еще два апдейта теперь у нас если мы посмотрим на выборку из альфы from альфа то мы увидим значение 50 первой строчки которое тоже должно быть удалено с нашей точки зрения подтвердим транзакцию вернемся к транзакции удаляющей и видим подозрительные слова делит 0 который говорит о том что удалено 0 строчек и дабы проверить нашу страшную догадку увидим что таки да таблица альфа как содержала две строчки так и содержит 150 условных единиц на одном счету и 50 на другом вот соответственно наша транзакция ничего не удалила хотя казалось бы что до ее начала была строчка в которой значение меньше чем 100 что после ее окончания есть строчка в которой значение попадает под условия но тем не менее делит не удалил ничего фантастика и мистика вот которая тем не менее более или менее объясняется тем что ну не более или менее а вполне себе объясняется тем что когда делит нашел выбор строчек, которые он собирается удалить. Там была строчка, соответствующая значению 2 с подтвержденным значением на момент начала транзакции удаляющей. Но там уже произошли какие-то изменения транзакции, которые переводила деньги, строчку заблокировала, но еще не подтвердилась. Вот, соответственно, удаляющая транзакция ждала, и после того, как блокировка снялась, она еще раз проверила условия, подходит ли строчка под условия. Выяснилось, что не подходит. А второй раз делать поиск она не хочет и не обязана, и снова искать те строчки, которые подходят под условия. Поэтому, пожав плечами, транзакция сказала, ну вот я хотела это удалить, но сейчас она под условия не подходит, поэтому я удалять эту строчку не буду. И ничего не сделал. Если транзакцию повторить, то она, конечно же, удалит все, что требуется. Значит, это вот одна из возможных, не то чтобы неприятностей, но интересных особенностей уровня подтвержденного чтения, что он может не делать то, что, казалось бы, делать с точки зрения программиста должен. Ну и на то есть основания. Еще одна неприятность, которая ждет программисты с этим уровнем изоляции, на который довольно легко получить, выглядит примерно так. Ее можно увидеть в литературе как под названием потерянное обновление. Ну, собственно, мы сейчас это потерянное обновление увидим. Это немножечко, может быть, не совсем то, что подразумевается под потерянным обновлением в транзакциях, но с точки зрения пользователя это действительно так. Давайте сделаем ресет нашим данным. И у нас будут две транзакции, в которых одна читает значение из таблицы альфа, допустим, это тоже какой-нибудь счет или еще какая-нибудь информация, и, например, показывает это значение пользователю в формочке. Тот в формочке это значение меняет и нажимает на commit, говорит, запиши. Параллельно с этим происходит другая транзакция, которая изменяет значение в таблицах бета и альфа, отменяя и прибавляя, отнимая и прибавляя одно и то же значение в разных строчках. Значит, начнем. Транзакция, которая что-то показывает пользователю. Бам. Сделаем выборку из альфы. Увидим, что 100 монет на счете. Показали 100. Сказали, сколько хочешь, чтобы было в виде число. Вот. Тем временем пришла другая транзакция. Сделала несколько действий. Если сейчас посмотреть на таблицу альфа, то во второй строчке будет уже 500 с точки зрения транзакции. Транзакция, которая перевела 400 монет этому пользователю. Подтвердим эту транзакцию. С таблицей альфа пока что все в порядке. Там 500. В этот момент пользователь в формочке ввел новое значение. Не 100, а 110. Выполнил оператор, подтвердил и, разумеется, увидел 110. Что и записал. А эффект транзакции, которая перевела ему 400 условных единиц, полностью отменился. Ее обновление потеряно. И СУБД ничего не смогла сделать, чтобы это предотвратить, потому что никакой блокировки транзакции, которая показывала пользователю значения, нет. Транзакция, которая показывала пользователю значения, безусловно, поставила новое значение 110 в требуемую строчку, не делая никаких дальнейших проверок. Ну, собственно, все, что происходило, все происходило законно. А эффект, тем не менее, скорее всего, печальный, потому что 400 условных единиц пользователь, похоже, проморгал в результате таких действий. Вот они ему пришли, а он их и не увидел. То есть он даже был не в курсе, что они появились. Как с этим бороться? С этим бороться можно аж как минимум тремя способами. Какие есть идеи? Прибавить 10. Это если мы производим инкремент или декремент. Ну, или можем посчитать, короче, новое значение в зависимости от старого. Но если действительно пользователь вводит в формочки 110, вот, и мы действительно хотим сделать такой безусловный апдейт, но если только в это время не произошло чего-то другого, не произошло конкурирующего апдейта. Какое? Было 100, да. And value равно 100. Ну да, если у нас достаточно простая формочка с одним только значением value, то тогда такая имитация операции compare and swap. Сравни и запиши, если сравнение удалось. Вот мы делаем сравнение у нас по-прежнему. Value 100, которое мы прочитали вот здесь. Вот если да, то записываем новое. А если нет, то тогда, значит, наш апдейт отменится. Если бы у нас было не одно только value, а сразу несколько всяких разных значений, которые могут по каким бы то ни было причинам поменяться, то что мы могли бы сделать? Мы могли бы сделать политику, типа, когда ты меняешь значение, обязательно измени номер версии. Можно даже сделать это автоматически при помощи каких-нибудь триггеров, сделать поле с номером версии в таблице альфа и использовать этот номер версии для такого рода операции. Всегда его получать и делать апдейт, только если версия еще та, которую мы прочитали. Это способ, который будет работать, если соблюдать политику, будет работать даже в тех базах данных, которые ничего кроме read committed не предоставляют, и даже в тех базах данных, где вообще понятие транзакции сходится, катамарность обновления одной строчки, ни к чему больше. А в базах данных, которые управляют транзакциями, так сказать, более расширенно, у которых более широкая поддержка, есть и другие способы. Давайте посмотрим. Есть возможность при выборке сказать, что эта выборка не просто так, а для того, чтобы сделать изменения в этих строчках. Давайте посмотрим, что произойдет при этом. Что мы тут сделали? Commit, да? Сделаем reset init. Начнем всю ту же транзакцию, которая будет показывать что-то пользователю. Сделаем выборку. 100. Сделаем выборку еще раз. и скажем, что теперь-то... Ой. Что теперь-то? Эта выборка... Зараза. Возгрос сильно чувствителен к ошибкам, и поэтому стоит только ошибиться и сразу же на колу мочало, начиная с начала. Сделаем оператор select, который скажет нам, что это не просто так выборка, а выборка для того, чтобы что-то поменять. Вот. Мы получили значение 100, но теперь, если мы начнем... Начнем другую транзакцию и начнем менять. Поменяли бету, поменяли альфу, и вот тут-то она уже будет ждать, потому что на строчке номер 2 повешена блокировка, и мы знаем, что транзакция сделала выборку и повесила блокировку с тем, чтобы значение не поменялось. Ну, соответственно, тут теперь мы можем выполнить наш апдейт. Подтвердить. После этого продолжится выполнение транзакции, прибавляющей 400. подтвердим мы ее тоже, и увидим теперь, что в таблице альфа все хорошо, и пользователь получил свои 400 условных единиц в плюс, записав перед этим новое значение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...